всем привет с вами дн как видите у нас посылочка из японии токио из магазина sino watch company и давайте конечно же ее открывать прекрасно упаковано японцы всегда подходят к посылкам с четкостью точностью и всегда просто идеально идеально они запакованы и я люблю покупать у японцев и в том числе кстати рекомендую винтажные часы японцев всегда просто блеск там даже лучше чем у них описание обычно кстати упакована на шикарное здесь можно только сказать что вот с такой упаковка ее точно не вскроет чтобы вы ее не заметили что она вскрыта а это важно так так и да 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 это сейка конечно вы уже наверное прочитали описание к этому видосу поэтому загадки уже нет я скажу что это новые сейка присаж коктейль это серия которая посвящена легендарным коктейлям мира это специальная линейка от сейка кстати говоря это лимитки которые сейчас вот вышли буквально по моему ну может быть несколько недель назад если я не ошибаюсь эти лимитки вышли 4 типа часов 2 с синим цифром 2 с белым цифром и соответственно с каждым цифром одна из моделей с усложнением а конкретно здесь у нас должна быть модель с а ар вай 085 ну поехали да вот кстати говоря название модельки и что тут у нас это кстати такая я вот таких коробок от сейка еще не видел для лимиток сделала может это для новой серии я вам честно говоря точно не могу сказать здесь у нас идет мануальчик наверно да гарантийный талончик инструкции а до инструкция это значит гарантия и гарантийный талон полная так сказать комплект а тут даже есть эта картиночка картиночка с их баннера который как раз я увидел в интернете и понял что ой что это прекрасные часы надеюсь вживую они также хороши как и на фотографиях и рендерах ухты смотрите сейка присаж лимитед эдишн а о да о да 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 так made in japan все 45 тысяч ем цена я вам скажу что рекомендованная цена для европы составляет по этим часам 420 евро ну понятное дело в японии вы можете эти часики купить несколько дешевле несколько дешевле и давайте поближе с ними познакомимся ну я думаю что уже понятно что главная фишка в этих часах это конечно же цвет циферблата ухты но реально очень-очень прикольный цифер он я даже затрудняюсь сказать на что он похож он конечно понятное дело что они вы делали в цветах этого коктейля у меня такие ощущения вызывает что знаете такая потертая джинса может быть кстати сейчас будет дата переключаться но очень необычная его not видно что он меняет свой цвет вот на ярком солнце скорее всего он будет такой чуть-чуть как бы выгоревший а в тени он будет практически серо-синий да вот даже вот так хорошо видно вот он яркий а тут раз мы поворачиваем уже меняет свой цвет здесь у меня сейчас искусственное освещение понятное дело что на солнце будет наверное еще более красиво еще более ярко классные реально классные часы на мой взгляд это лучше из этой линейки коктейль на я все давно хотел что-нибудь приобрести из этой серии но каждый раз что-то останавливало первый дизайн не очень так как ты зашел второй вот который вышел полного в начале этого года я уже о нем задумывался но что-то тоже вот останавливала а когда вышли эти часы я понял что да это вот самые самые мега давайте немножко про них расскажу это значит у нас трехстрелочник да на базе калибра 4 r35 окошко даты есть что это за калибр ну это собственно сейковский достаточно стандартный калибр но тем не менее например у него есть и колесо баланса и пружины сплава спром специально который меньше изнашивается как заявляет сейка и противоударные устройства там в этом механизме есть принципе такая надежная рабочая лошадка он почему-то не так популярен на одном известном российском форме почему-то все говорят что это не самый лучший калибр но если например почитать американские watch you sick там вполне все радуются и считают этот калибр надежным и хорошим а естественно это не высокая какая-то часовое искусство супер точности от него ждать не приходится но собственно мы и не ждем от недорогих часов каких-то потрясающих показателей а если нам они нужны то лучше все купить кварц это конечно мое мнение я вообще никогда не заморачиваюсь по поводу точность часов ну если только они не какие-то там дикие цифры показывать потому что для меня автоматика механика это ну плюс 10 секунд в день 20 секунды собственно какая разница мне по ним собственно не там не измерять какую-то точность для движения там самолетов да для этого есть специальный другие приборы ну окей я немножко отвлекся значит что дальше стекло здесь hardlex и опять же многие почему-то в россии считают что hardlex это плохо hardlex это отстойно на самом деле хочу сказать что hardlex это необычное минеральное стекло у сейка hardlex имеет твердость 8 8 и 5 пункта по шкале мооса и надо сказать то что у сапфира 9 то есть это стекло практически по твердости равно сапфиру при этом она не такой хрупкая так что в принципе это довольно таки круто что еще сказать значит здесь у нас сорок с половиной миллиметров у этих часов диаметр корпуса ну и что и здесь должно быть написано made in japan да написано стальной корпус вот этот механизм 4р 35 б 23 камня в нем тут по моему пленочка водозащита 5 атмосфер и здесь кстати вот смотрите 224 номер выпуска из 1300 эти часы на японских сайтах разбирают разбирает просто в момент я чудом в общем то успел урвать одну из моделек и ну конечно я думаю через там может быть какое-то время уже через месяц они уже будут доступны везде но пока сейчас вот собственно такая вот у нас ситуация так головку нас не завинчивается естественно с такой водозащиты ну такой да типичный для сейковского механизма звук идет мягко все аккуратно заводится что давайте стрелочки переведем вот и дата привелась ну такой достаточно аккуратный корпус я бы не назвал каком-то каким-то выдающимся но собственно в линейке присаж всегда так было там надежные крепкие корпуса от сейка они не хватает каких-то звезд с неба естественно нельзя называть при саже это вообще обычной сейкой какой-то ровнее или скажем так гранд сейка для бедных подделки конечно они значительно хуже но в целом отделка очень даже очень даже прилично и всегда так было тем более это японская сборка мне нравится здесь метки очень классные такие объемные рельефные они хорошо подходят к этим стрелкам крупным но такие стрелки типично японские должны типично сейковские что-то здесь есть от японских мечей которые они так любят и продвигают на запад на мой взгляд шикарнейшие модели просто супер удачно ремешок здесь конечно ну я так скажу ремешок здесь есть но его нужно поменять на что-то более приличное и подходящие к этому чудесному корпусу и циферблату потому что здесь это выглядит как муж какая-то клеенка наверное ну не знаю он в принципе мягкие он может быть приятным на ощупь он хорошо прошит но здесь нужен нормальный синий да все не будет классно может быть матовый я бы предпочел но это мое дело бакли здесь застежка раскладная стандартная тоже для сейка как и как всегда наоборот да как мы привыкли обычно сама бакли сверху до отметки 12 дней здесь вниз также как статью улице почему так я честно говоря не знаю но обычно все всегда меняют наоборот к тому же тремешок я бы поменял давайте приложу запястье у меня запястье 18 сантиметров в диаметре вот так эти часы будут смотреться ух ты ну я вот сейчас опять смотрю и цифр просто завораживает ну реально мне очень нравится пишите в комментариях как вам этот цифр и как вам эти часы в целом я чуть-чуть попозже сейчас у нас такая распаковочка я уже сделаю потом поподробнее обзор на сайте с подробными фотографиями рассмотрим все все качество как сделано как они переливаются на солнце я надеюсь солнце будет можно будет сфотографировать ну в общем надеюсь а будет интересно а это наверное через может быть дня два-три на сайте появится с вами был дэн ставьте лайки если видосик понравился всем пока увидимся